Открытие сквера машинобудовников, выстава техники, шматлики спортивные турниры и выступления артистов. Сегодня в Гомельске микрорайоне Сельмаш организована масштабная свята. Завтра в нашей стране будет означаться День машинобудовника. Об истории и сучасности одной из наиважнейших галин экономики материал Дмитрия Котова. Гомельмаш – один из буйнейших вытворцев сельско-господаршей техники, который выходит у лик лидеров сусветного рынка. За большим 90-годовую историю предприемство переживало разные периоды. И навод у складанной моменты супрационники завсёды знаходили силы, как справиться с усими складанностями. Не выключение теперешний час экономика не в лепшем стане по причине эпидемиологичной ситуации. Однако Гомельмаш знаходит мощности, как працовать максимально эффективно. Компания сегодня отгружает продукцию Украины, Европы и Азии, Африки и Америки. Отримливается, как замацовывать позиции на старых рынках, так и открывать новые. Нам удалось нарастить объёмы производства, увеличить экспортный потенциал. Мы приросли на 125% в прошлом году по экспорту. Выручка составила 160% валютная. О чём это говорит? Почему выручка такая большая? Потому что люди поверили в наши техники. Люди увидели качество нашей техники. Почувствовали работу нашей техники. И люди платят предоплату и готовы стоять в очереди и ожидать технику, которую мы производим. По традиции организаторы свята подрихтовали насыщенную забавляльную программу для горожан и гостей Гомеля. На проспекте космонавтов разгорнулась выстава сельского с подаршей техники. На стадионе выправований для аматоров спорту. Перетягивание канату, мини-футбол, споборництвы авиамоделистов, стрельба с пневматыки, дарс и шмат иншага. Кожный смог знайсти нечто да сподобы. И навод невеликий дождь не сапсовал огульный святошный настрой. Пришел на предприятие в 1969 году, 10 октября. И вы знаете, что пришел в цех главного конвера филиал клепат-транспортеры. Вот оттуда моя началась трудовая деятельность. И я хочу сказать, что я сегодня очень горд. Почему? Потому что свою жизнь связалась с таким прекрасным предприятием, которое сегодня и всегда нужны для нашей страны. И не только для страны, а вообще для развития нашего общества. Значный подарок до свято – открытие сквера машинобудовников. Новая зона от Пашинку стала по-соправдному народной будовлей. Спонсорскую допомогу оказали больше за 20 предприемств. Доброапорядкованная территория включает и матышную арку, дитяшую пляцовку. На всей протяглости – колеровая плитка. Мясовые жихары застались вельми задоволены таким подарунком. Мы благодарны начальнику железнодорожного исполкома Сиваку Александру Ивановичу, который поддержал нас, который курировал здесь благоустройство. И в жару, и в холод. Он постоянно был здесь. И это было приятно видеть, что люди заботятся о том, чтобы здесь было все хорошо. Поэтому на сегодняшний день мы очень рады, довольны.